Каждое заседание правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не только цифры статистики, но и судьбы детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Безнадзорность и, как следствие, правонарушение – обычная схема. Именно так ребята, оставшиеся без должного попечения родители или вовсе их не имеющие, попадают в криминальную среду. Они уходят на улицу тогда, когда видят равнодушие взрослых. К сожалению, дети все чаще стали прибегать к такому пути разрешения конфликтных ситуаций. В 2020 году в органы внутренних дел поступило 113 заявлений, а розыски – 130 несовершеннолетних. Это больше, чем на четверть. Меньше, чем в 2019 году, однако числа все-таки значимые. За два месяца текущего года поступило 14 заявлений, а розыски – 14 несовершеннолетних. За аналогичный период 2020 года было 21 заявление. Основными причинами самовольных уходов специалисты считают недопонимание со стороны взрослых, их постоянная занятость, семейные конфликты, злоупотребление родителями спиртных напитков. В таких ситуациях надо принимать экстренные меры, чтобы не потерять ребенка навсегда. Персональная ответственность именно за своевременное информирование, что с ребенком может произойти беда. И с этого момента должны включаться все, кто за это несет ответственность. Но они же не от хорошей жизни оказываются в таких ситуациях. Там, где нужны психологи, психологу, значит, надо межведомственным сразу подключать. И по каждому должна быть дорожная карта сопровождения. Адреса неблагополучных семей должны быть известны участковым. Школы тоже обязаны вести их патронат, работать на опережение. Вот главная задача всех ведомств, отвечающих за жизнь и здоровье детей. Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика.